Я канал Мигрант Медиа. Здравствуйте всем подписчикам. Меня зовут Вадим. Вадим несколько дней назад оказался здесь в Мехико-Сити. Он едет в Соединенные Штаты подавать на политику на границах Тихуана. Вадим, расскажите, пожалуйста, как вы сюда добрались и общие ощущения Мексики? Он добирался я сюда, то есть пересекая границы. Сначала была Белоруссия, потом Украина, потом Германия, потом Мексика. Только тогда я попал в Мексику. И сейчас собираемся, обратились к Илье. Еще в России созвонились, обратились к Илье. Полностью весь пакет услуг нам организовали. В принципе, встретили, все хорошо прошло. И сейчас нас Илья сопровождает границы. Какова причина вашей жизни? Причина, то есть то, что в России уже стало немножко тяжеловато жить. По причине того, что моя политическая карьера привела к тому, что мне начали угрожать. То есть физической расправы, семье. И мне пришлось уехать и увезти с России семью. Потому что уже все поджало. Когда въезжали в Канку, какие-то трудности на границе на переходе были? Нет, никаких трудностей. То есть, если честно, я нигде не встретил. То есть именно на Канкуне. Потому что не спрашивали ничего. То есть просто заехал, поставили штампик и я пошел. Мы сейчас находимся в такой огромной квартире. Вы арендовали сколько? 600 долларов, то есть за 11 дней мы отдали. В принципе, квартира хорошая. Находимся в центре, в центре Мексики. Здесь парки, зоопарки, все рядышком. То есть очень много здесь у них музеев. Причем это все музеи близ нас. Поэтому очень-очень хорошо для детей, для нас самим. То есть мы совмещаем приятное с полезным. Помимо того, что и окультуриваемся, узнаем больше о культуре. И еще плюс подаем, то есть собираем кейс. Да, кстати, когда встретились с Вадимом, первый день было стрессовое состояние. Да, было стрессовое, да. Потому что у меня еще сохранялось опасение. Если честно, буквально опасение прошло, наверное, дня два. Когда мы посетили парки, посетили зоопарки. То есть сходили в музей. То есть немножко-немножко поутихло. То есть это все. И стал чувствовать себя даже лучше и физически, и морально. Все пришло в норму. Понял. Многие подписчики нам задают вопрос по поводу безопасности в Мейхако-Сити. Ну про Тихуану я вообще уже делал отдельный материал. По поводу Мейхако-Сити и безопасности. Что скажете именно в этом городе? Ну вот знаете, то, что я увидел, что люди, если честно, здесь приветливые. Я просто, может быть, не выходил из центра куда-то туда в глубинке. Но, то есть вот находясь здесь в центре, то есть я заметил, что люди приветливые. То есть все здороваются. Не важно, какой я нация, не важно, понимая их или нет, но они, то есть, всегда здороваются. То есть всегда выходишь, идешь, не на улице где-то, то есть или еще. И полиция. Полиция, если честно, везде. Здесь очень много полиции. Очень много. Мне кажется, тут преступление совершить просто нереально. Потому что идешь на каждом шагу, полицейская машина, на каждом шагу полицейский находится. То есть и поэтому. Вопросы сюда приехали с семьей, во сколько человек? У нас четверо человек, то есть супруга и двое детей. По деньгам на продукты сколько уходят? Ну вот мы вот как приехали, то есть заехали в Walmart, скупились на 100 долларов. Да, округли. Это мы округлили до 100 долларов. Вышло меньше, там 80 чем-то. Вот, до 100 долларов округлили. Ну, холодильник полный, я думаю, что еще мы когда съедем, здесь хозяину останется еда. То есть просто набрали, то есть с лихвой. То есть 100 долларов, мне кажется, на месяц здесь может хватить, если то есть. Покажете квартиру? Тут кафонька небольшая, где мы обедаем. Вот, в принципе, то есть здесь всего хватает. Здесь детишки располагаются. Кстати, ребята, хозяин, видимо, здесь мексикалец, ой, вернее, кубинец. Машина с кубинскими номерами и улочка Гавана. Я сразу заметил, мы недавно были на Кубе. Здесь у нас ванная идет. То есть горячая вода есть, очень хорошо. То есть претензий вообще нету в квартире. Здесь у нас идет спаренка, где мы с супругой уже располагаемся здесь вещи. То есть спарня большая. А, кстати, по поводу Карлоса. Да, там он. А, Карлос, да, он встретил. То есть мы поехали симки подключить. То есть он очень веселый парень, очень веселый. То есть вот я как таково английский, то есть вообще, то есть ломанный. Ну, мы с ним всю дорогу разговаривали. То есть всю дорогу мы друг друга понимали. То есть ездим, то есть веселый человек, очень приятный, общительный. То есть и все рассказывает, все показывает. Даже если ты его не понимаешь, он все равно тебе все рассказывает. Сегодня у нас 8 число. 11 числа у нас уже билеты до Тихуана. Да, то есть Карлос вас будет сопровождать. Ну, мы еще будем делать материалы. И, кстати, Вадим планирует запустить свой блог в Соединенных Штатах. Да, о политической именно, то есть обстановке в России, как она проходит, эта обстановка. Как у нас, говорится, власти мущие работают. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в миграции. Привет из Мехико-Сити. Сегодня 8 января 2018 года. Всем пока. Всем пока. Всем пока.